Как правильно ухаживать и лечить карбунку? Карбункул красный, опухшее, и болезненное скопление фурункулов, которые соединены друг с другом под кожей. Кипению, или фурункул, является инфекция волосяного фолликула, который имеет небольшую коллекцию гной, так называемый абсцесс, под кожей. Обычно одиночные, изумруд, скорее всего, произойдет на волосястой области тела, таких как спина или затылка. Но изумруд также может развиваться и в других областях тела, таких как ягодицы, бедра, паха и подмышек. Большинство карбункулов вызваны бактерией золотистого стафилокока, которые населяют поверхность кожи, горло и носовые проходы. Эти бактерии могут вызвать инфекцию, вводя в кожу через волосяную фолику, небольшой соскоба или пункции, хотя иногда и нет никакой очевидной точкой входа. Авервею печториамптомщаусес рискфачторс диагносис триатменсаутлаак превентионриат этот следующая. Карбункул является инфекцией кожи, которая может быть заполнена гноем. Инфекция обычно происходит глубоко внутри вашей кожи и включает в себя волосяные фолькулы. Это также называется инфекцией стафилокока кожи. Карбункулесь – это название более чем одного карбунку. Это условие может привести к необратимому рубце в ванне у кожи. Он может легко заразить другие части вашего тела и других людей. Активное кипение или карбункул заразителен. Инфекция может распространиться на другие части тела человека или других людей через кожу к кожи или обмена предметов личного пользования. Поэтому важно на практике надлежащие меры по оказанию самопомощи, как и не сохраняя области чистой и покрытой, пока карбункул дренажей и заживает. Карбункулы требуют медицинского лечения для предотвращения или осложнениях, способствуют заживлению и свести к минимуму образования рубцов. Обратитесь к своему врачу, если у вас есть фурункул или фурункулы, которые сохранялись на протяжении боли, чем на несколько дней. Факторы риска для карбункулы Пожилой возраст, ожирение, плохая гигиена и плохое общее состояние здоровья связаны с фурункулов. Другие факторы риска для карбункулы включают Хронические заболевания кожи, которые повреждают защитный барьер кожи. Диабет. Болезнь почек. Болезнь печени. Любое условие или лечение, которое ослабляет иммунную систему. Карбункулы может также произойти в остальном здоровых, нужным, молодых людей, особенно тех, кто живет вместе в настройках групп, таких как общежития колледжа и предметов доля таких, как постельное белье, полотенце или одежду. Кроме того, люди любого возраста могут развиваться карбункулы от раздражения или ссадины на поверхности кожи, вызванные жесткой одеждой, бритем или укусом насекомых, особенно в тех областях тела с интенсивным потоотделением. Карбункул обычно развивается, когда бактерии золотистого стафилокока ввести волосяные фолькулы. Эта бактерия также называют стафилокока. Потертости и прочие поврежденную кожу сделать его легким для бактерий, чтобы войти в ваше тело и вызвать инфекцию. Это может привести к ряду фурункулов заполненной жидкостью и гной, которые содержат мертвые ткани. Влажные части вашего тела особенно восприимчивы к этой инфекции, так как бактерии процветают в этих областях. Это особенно верно в Нос Рот Пах Бедра Подмышки Находясь в тесном контакте с кем-то, кто имеет изумруд увеличивает ваши шансы на развитие одного. Следующие факторы также увеличивают риск развития карбунку. Плохая гигиена Диабет Слабые иммунные системы Дерматит Болезнь почек Болезнь печени Для бритья и другие виды деятельности, которые нарушают кожу. Ваш врач может поставить диагноз, как правило, карбунку, глядя на вашу кожу. Образец гной также могут быть приняты для лабораторного анализа. Важно следить, как долго вы имели карбунку. Расскажите своему врачу, если он длился дольше, чем две недели. Также следует упомянуть, если вы имели те же симптомы раньше. Если продолжать развиваться карбункулы, это может быть признаком других проблем со здоровьем, таких как диабет. Ваш доктор может потребоваться запустить мочей или кроветесты, чтобы проверить ваше общее состояние здоровья. Масло чайного дерева Когда речь идет о натуральных эфирных масел для здоровой кожи, никакое другое масло не подходит близко к функциям масла чайного дерева. Это лучшее решение проблемы о том, как для лечения жирной кожи естественным путем. Он работает в качестве тонера, чтобы уменьшить чрезмерную жирность кожи и предотвратить прыщи угрей. Масло чайного дерева высвободился из растений мелалиучальтернифалия и известен своим мощным антисептическим, антибактериальным, антимикробным и противогрибковым свойствами, которые помогают при лечении фурункулов на ногах и других частях тела. Это масло традиционно используется для решения различных кожных заболеваний, таких как псориаз, стригущий лишай из зуда кожи и кожи головы. Промыть кипеть с теплой водой Возьмите несколько капель масла чайного дерева и намазать его на кипение и кожу вокруг него. Если это раздражает кожу, то вы можете разбавить масло с небольшим количеством воды. После нанесения покрытие области с хирургической ватой и бинта Продолжайте этот процесс один раз в день, пока фурункул полностью излечивает. Куркума Всенародно известный как святой порошок в Индии, куркума является панацея урведа для всех болезней. Куркума получают из корней куркумы лонгозавода и популярной специей, которая обеспечивает насыщенный желтый цвет индийской кухни. Эфирное масло и куркуми найденные в куркуме обладают удивительными противовоспалительными свойствами. Он может быть использован как внутри, так и местно для лечения фурункулов и карбунку. При местном применении, она высыхает кипит в пределах от 3 до 4 дней, а также предотвращает его повторение в будущем. Добавьте 2 чайные ложки порошка куркумы на 1 стакан теплой воды, хорошо перемешать и пить ежедневно, чтобы очистить кипеть. Вы также можете сделать тематическую пасту путем смешивания порошка куркумы с водой, образуя густую пасту и размазать его на кипение и окружающую кожу. Закрепите его с повязкой. Используйте этот процесс регулярно, чтобы избавиться от масел и карбункулов из кожи. Теплый компресс Успокаивающий и расслабляющий теплый компресс сбаст с процесса отверждения путем размягчения верхнего слоя кожи и в конечном итоге распирает фурунку. Теплое прикосновение компресс также уменьшает боли и помогает вывести гной на поверхность. Если соль добавляют к компрессу, то она помогает кипение и излечить даже быстрее. Теплый компресс на сегодняшний день является лучшим лекарством кипит, что не требует ингредиенты, кроме воды и соли и не имеет абсолютно никаких побочных эффектов. Убедитесь в том, чтобы жать кипеть, когда он образует заметную голову так, что она разорвет с повторными замачиваний. Очистите фурункул или карбункул с теплой водой. Добавьте 1 чайную ложку соли на 2 л теплой воды и хорошо перемешать, чтобы соль полностью растворяется. Намочите чистую тряпку в соли на воде, отжать лишнюю воду и поместите его на кипение, чтобы обеспечить теплый компресс. Пусть он сидит, пока ткань охлаждается. Повторите эту спрессовать от 3 до 4 раз в день, чтобы взрыв кипеть и очистить его полностью. Лук Лук не является необходимым только для приправить ваше блюдо, но и как естественное лечение для различных волос и проблемы с кожей. Естественные самодельные советы для роста волос являются неполными без включения лука и лука-шалота в нем. Лук содержит 25 активных соединений, в том числе калий и флавоноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эфирные масла, содержащиеся в луке есть отхаркивающим, антисептическим, противогрибковым, антикоголинд и обезболивающими свойствами, что способствует удалению токсинов из организма, успокаивают воспаление кожи и дезинфекция ран, что делает репчатый лук прекрасное средство для фурункулы и карбункулы. При местном применении, лук способствует циркуляции крови и увеличивает приток крови к фурункулу и помогает извлечь гной из него. Измельчите несколько лук на крупные куски и отварите их в воде, пока вода уменьшает до половины. Процедите воду и дайте ему остыть. Примените эту воду на кипение или карбункул и кожу вокруг него. Следуйте этот метод один раз на регулярной основе для полного избавления от болезненных фурункулов. Масло черного тмина Черное масло семян является универсальным лекарством от всех видов хронических заболеваний и волос и проблемы с кожей. Черные семена получают из растения негелостеива, и он широко известен как черный тмин. Масло, получаемое из черного тмина загружается с питательными веществами, и он был использован на протяжении многих веков в странах Ближнего Востока и Южной Азии в качестве панацеи. Черное масло семян является хорошо известным природное средство для потери веса. Антиоксидант, антибактериальными и противовоспалительными свойствами масла черного тмина помогают укрепить иммунную систему, и сделать его мощным природным лекарством для фурункулы и карбункулы. Тимакуина не присутствует в этом масле может мощные противогрибковые свойства, которые эффективны для карбункулы и фурункулы. Добавить 1-2 чайной ложки черного масла семян в любой горячий или холодный напиток, как фруктовый сок или зеленый чай пить два раза в день, чтобы получить облегчение от кипит и предотвращение его повторения в будущем. Яблочный уксус Яблочный уксус в эффективном и недорогом натуральных ингредиентов, которые должны присутствовать в каждом из список кожи и ухода за волосами каждого. Ну, секрет кроется в мощных дезинфицирующих свойствах яблочного уксуса, который эффективно очищает бактериальную инфекцию, как только он начинает слив. Противовоспалительные свойства яблочного уксуса помогают облегчить боль, болезненность и покраснение вызвано из-за кипения. Он корректирует уровень РН кожи таким образом, чтобы кипение и воспаленной поверхности кожи заживает быстрее. Вы можете приложить серой органический яблочный уксус непосредственно до кипения капола некоторые из них на ватный тампон. Если вы чувствуете ощущение жжения, то вы можете также применять его разбавляют небольшим количеством воды. Люди с чувствительной кожей должны применять это средство только после смешивания равных частей яблочного уксуса и воды. Чеснок И чеснок и лук принадлежат к семейству Алиум, и она загружается с богатых серой соединениями, такими как Алицина, Алиин и Айони, что делает его идеальным лекарством от всех видов кожных заболеваний и инфекций. Это один из лучших природных средств для лечения стригущего лишая, и это также является одним из самых надежных домашних средств для кожи фурункулов и фурункулы. Чеснок известен своими превосходными антибактериальными, противовоспалительными и антивирусными свойствами, которые не только лечат фурункулы, но и снимают боли прямо с первого применения. Продолжение следует...